МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй, Республика! Сегодня особенный день. День Победы. День воинской славы. Праздник со слезами на глазах. Вы смотрите победный выпуск Студии 11. Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Она изменила ход мировой истории, судьбы людей и даже карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного и хорошо вооруженного противника нацистской Германии и ее союзников. И теперь каждый год, 9 мая, мы отдаем дань памяти тем, кто заплатил за победу самую высокую цену – цену своей жизни. Я предлагаю вернуться в прошлое и посмотреть, как встретили День Победы тогда, 75 лет назад. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции Германских Вооруженных Сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Каждый из нас бережно хранит свою историю. События оставляют отпечатки в наших душах и на наших лицах. Вот портреты героев Великой Отечественной войны, фронтовиков и тружеников тыла создала фотохудожник Анжелика Штепа. Свой проект она назвала «Наставление». Каждый портрет и каждую историю дополняют в строке «Наставление ветеранов». О чем с нами говорит поколение победителей? И что они хотят донести нам, их внукам и правнукам? Об этом я и поговорила с автором проекта. Анжелика, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, насколько я знаю, проект «Наставление» зародился уже достаточно давно. Давайте буквально расскажем пару слов, как так получилось, как вы к этому пришли. Да, конечно. Я всегда была под впечатлением от рисунка на коже пожилых лиц. Я любила их фотографировать, и у меня была мысль о том, что хочу сделать серию с пожилыми людьми. И мне хотелось, чтобы они были не грустными, печальными, чтобы каждый из тех, кого я фотографировала, они выражали какую-то эмоцию свою, уникальную. И однажды, пришедшая на выставку культурных инициатив ЮГАР, кажется, это была очередная Клюква, я познакомилась с новым менеджером, и она в разговоре сказала о том, что раньше работала в доме престарелых. И именно в этом разговоре она меня спросила о том, интересно было бы мне фотографировать именно ветеранов Великой Отечественной войны. И мне сразу это очень понравилось, потому что люди с таким опытом, которые прошли через войну, и встретиться с ними, это было бы очень хорошо для меня, для самой, для моего опыта. Я придумала всю концепцию того, что я хочу делать, что я хочу фотографировать людей, задавать им конкретные вопросы. Это о том, как они встретили День Победы и какое наставление они могли бы передать молодому поколению. Это два главных вопроса, которые были заданы каждому ветерану. Вы просили каждого из ветеранов передать наставление новому молодому поколению. Мне вот интересно, как представителю молодого поколения, было ли вы во всех этих словах что-то общее? Или каждый ветеран, так сказать, что-то свое говорил молодежи? Конечно, каждый руководствовался своим собственным опытом. Но самое главное, что всегда было в их словах, это любовь. Это любовь и доброта. Что касается картинки, на что конкретно вы опирались? Это лицо, может быть, это руки? Вот в таком ключе как вы работали? Когда я приходила к ветеранам, я начинала встречу с диалога. То есть мы вначале разговаривали, и за каждым из ветеранов я наблюдала. И видела их движение, и, конечно же, подмечала, и видела, что для него, конкретно для этого человека, который сейчас передо мной, что для него характерно. Бывали такие руки потрясающие, их было невозможно не сфотографировать. Иногда я смотрела в глаза и буквально в них утопала, потому что это были безумно светлые, сияющие глаза. Я не могла не поставить акцент именно на них. Бывали люди просто с потрясающими дорогами на своем лице, которые мне тоже хотелось именно крупно сфотографировать, для того, чтобы показать всю эту красоту и мощь, вот эту красоту, мощь старости. Анжелика, ну я знаю то, что открытие выставки было запланировано на 6 мая. К сожалению, из-за нынешних условий это сделать не удалось. Но я знаю, что выставка, точнее ее открытие прошло в онлайн-режиме. Да, все правильно. Во всех социальных сетях и на сайте Центра культурных инициатив ЮГОР вы сможете увидеть видео, где мы распахнули двери в нашу реальную экспозицию. Ну я думаю, что в режиме, так скажем, оффлайн ее еще можно будет посетить. До какого числа продлится экспозиция? Да, она продлится до 30 июня. И, конечно же, да, мы очень надеемся, что и в реальности люди смогут прийти и полюбоваться портретами. События тех страшных лет и по сей день находят отклик в сердцах наших современников. Стихотворения, проза, спектакли, фильмы, музыка. И какой же День Победы без песен? Вашему вниманию премьера песни «За мирное небо» Михаила Наумова и Артемия Барсукова. Снова весна будет нас ото сна. Солнечный свет греет землю сырую. Это весна, нам свыше дана. Пали за жизнь наши деды воюя. Птицы поют и уют себе вьют. Скоро птицы защемпечут по свету. Родина плавилась в смертном бою, Чтобы с тобой мы услышали это. За мирное небо, за самых любимых Победой окончен тот бой. За мирное небо, за самых любимых Спасибо тебе, герой. Память и павших будьте достойны Песни о них слабяне. Люди земли, прокляните войны, Люди земли, прокляните войны. Помните, люди, о поле Победы Не только 9 мая. За мирное небо, за самых любимых Победой окончен тот бой. За мирное небо, за самых любимых Победой окончен тот бой. За мирное небо, за самых любимых Победой окончен тот бой. За мирное небо, за самых любимых Спасибо тебе, герой. Нас сегодня ждет большой эфир. И всеми этими эфирными минутками мы хотим сказать спасибо. Спасибо героям войны, спасибо тем, кто помнит. А прямо сейчас я хочу передать слово своему коллеге Северину. Северин, привет и с праздником! Расскажи, как твоя семья отмечает День Победы. Спасибо, Алена. День Победы – большой праздник для нашей семьи. Обычно мы собираемся все вместе в этот день. Я помню своего дедушку Николая Егоровича. Он служил в пехоте, прошел всю войну и был жизнерадостным и жизнелюбивым человеком. Ну а сейчас давайте перенесемся в Уст-Цильмский район. Там в селе Коровий Руччи находится кадетская школа. И мы связались с заместителем по воспитательной работе этого учреждения Алексеем Тирановым. Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Первым делом, конечно же, поздравляю вас с праздником, с Днем Победы. Какие у вас тоже сейчас эмоции в этот день? Большое спасибо за поздравление. Эмоции, конечно, переполняют душу и мою, и, наверное, всех граждан нашей страны. И тоже хочу, пользуясь случаем от себя лично, от личного состава нашей кадетской школы, поздравить всех ветеранов, поздравить всех жителей нашей республики и страны с этим замечательным, светлым, великим праздником. Алексей Геннадьевич, я знаю, что вашу семью тоже эта Великая война затронула. Знаю, что у вас были тоже фронтовики. Расскажите немножко о своих фронтовиках. Я внук ветеранов Великой Отечественной войны Тиранова Алексея Николаевича. Так вот получилось, что он прошел три войны. Финскую 1939-1940 года был участником Великой Отечественной войны. И закончил он свою службу на Дальнем Востоке во время войны с милитаристской Японией. Был награжден медалью за победу на Японии. И моя бабушка Тиранова Анастасия Дмитриевна, санитарка полевого хирургического госпиталя, прошла всю Великую Отечественную войну, закончила войну в Берлине, расписалась на Рейхстаге и, в общем, очень много сделала для моего воспитания. Можно сказать, практически на ее историях о войне я и вырос, формировался на ее патриотическом сознании. Что-то из ее воспоминаний можете сейчас нам рассказать? Какой-то яркий, может быть, момент событий, который с ней случилось во время войны? Самым, конечно, ее ярким воспоминанием это был Берлин. Когда, как она говорила, Рейхстаг еще дымился. Когда мы туда приехали, когда у нас появилась возможность оставить свои автографы на колоннах, на стенах поверженного гитлеровского улета. День Победы она как встретила? Она помнит этот момент? Помню, рассказала. Вашей кадетской школе вы наверняка к 9 мая готовили какие-то события. Может быть, дистанционно понятно, что мы сейчас в такой ситуации находимся. Что было сделано? Какая работа к 9 мая? Ну, вообще, конечно, весь этот учебный год у нас прошел под флагом Победы, под флагом 9 мая. И было очень много мероприятий и сборов, и военно-тактических игр, и военно-историческая реконструкция в этом году тоже была проведена нами в преддверии 75-й годовщины Великой Победы. Но сейчас, по понятным причинам, в основном, конечно, все мы находимся на самоизоляции, ребята, и возможности участвовать по понятным причинам ограничены. Но очень рад, что ребята участвуют и в видеоконференциях, записывают стихи, записывают песни, все это выкладывается в интернет. И я вот прямо чувствую вот этот вот их дух, что как только будет можно, выйдем, и Знамя Победы, конечно, будет у нас достойно представлено и будет развиваться над площадями нашей родной сцельмы. Но идет плановая подготовка к вахте памяти. Мы уже в течение 8 лет работаем на местах боев 28-й Невельской дивизии. И в августе, если, конечно, все будет хорошо, я надеюсь, Господь нас не оставит, очередная экспедиция как раз будет посвящена 75-й годовщине Победы, и мы тоже обязательно выйдем туда и отдадим должное нашим героям, сложившим голову, защищая отчество. К 9 мая школьники республики сняли на видео и разместили в социальных сетях свои истории о солдатах, записали песни и стихи. Для праздничного выпуска студии 11 второклассник Андрей Максимов из Сыктывкара выбрал рассказ танкиста Александра Твардовского. Александр Твардовский рассказ танкиста. Подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знал, где их пушка, я разведал, я подпроузал, они вон там, в саду. Да где же, где? Отдайте я поеду, на танке с вами прямо проведу. Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут. И только рубашонка пузыром подъехали. Вот здесь. И с разворота заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. И вытер пот, душил агарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню я сказал, спасибо, хлопец. И руку, как товарищу, пожал. Был трудный бой, все нынче, как с просонку. Но только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить. Сегодня в праздничном эфире студии 11 вы услышите песни, написанные жителями республики. Одни созданы много лет назад, другие к 75-летию Победы. Возможно, кто-то сейчас подпоет сыктывкарскому автору и исполнителю Владиславу Можайкину. Песня «Шли солдаты». Шли солдаты, Болью меченые лица За спиною оставляя хутора. Кто бы мог вчера в победе Усомниться Гимны, трубы, эхо Гулкова. Ура! Шли солдаты, Вслед смотрели хуторяне, И от взглядов этих корчилась душа. И завидовали мертвым, Кто был ранен, Отступая за покинутых, Страшась. Сотрясались небо И деревьев кроны, И глаза сливались С небом голубым. И коровка Божья На пилотке новой Словно обещание Лучшие судьбы. Как проклятие Пекло жаркого июля В поле птицы, Как на свадебном Перу, А в телеге двадцать весен Да две пули, Да надежда-то сойдет Тайку К утру. Шли солдаты Шагом раненого зверя, Под окопы тела Сотрясались земли, А земля терпела боли И потери, Укрывала неподнявшихся земли. Сотрясались небо И деревьев кроны, И глаза сливались С небом голубым. И коровка Божья На пилотке новой Словно обещание Лучшие судьбы. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. КОНЕЦ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, в условиях самоизоляции мы не смогли приехать к Надежде Ивановне домой, но пообщались с ней по скайпу. Надежда Ивановна, здравствуйте, с праздником вас. Скажите, пожалуйста, где застала вас война? В городе Ижевск. Вы были в Ижевске, да. Надежда Ивановна, а я знаю, что вы знакомы с Михаилом Калашниковым. Вы помните эту встречу вашу? Конечно. Ну, мельком. Не то, что вот встанешь и разговариваешь. Он показывал, как это нужно поставить, как куда положить. Все же секретно. Не все туда могут пойти. Проходная у нас была отдельная. Все отдельное. Надежда Ивановна, а чем вот себя успокаивали? Как дух поднимали, боевой песни? Что было? А мы в самодеятельности участвовали, ходили. Несмотря, что мы голодные, несмотря, что война, самодеятельность была. Мы все. Я пела частушки. Какую-то помните? Скажите, пожалуйста, победный 45-й год, 9 мая. Где вы его встретили? А вот я шла на работу, и меня объявили. Идут солдаты с фронта. Пришли на костылях. Заплясали. Целуются, обнимаются. Я иду на работу, меня тоже целуют, обнимают. Я вначале не поймала, в чем дело. Потом говорят, война кончилась. Кто плачет, кто смеется, кто песенки поет. На работу пришла, меня все обнимают, целуют. Война кончилась. А что вы думаете, сразу что ли было хорошо? Конечно, нет. Надежда Ивановна, спасибо вам огромное. С праздником вас. Спасибо за это мирное небо над головой. Наш земляк, известный драматург Вячеслав Кушнир написал новую пьесу о войне. Шел сапер на задание. Время действия – август 1941 года. Место действия – Западная область СССР. Специально для победного выпуска студии «Одиннадцать» Вячеслав Кушнир прочитал финал пьесы. Сцена шестнадцатая, финальная. День. Артиллерийские склады, огороженные по периметру колючей проволокой. Тишина. От складов к калитке слабее бредет Мурашов. Тащит катушку со шнуром и взрывателем. Неожиданно катушка прекращает крутиться. Мурашов, упав на колени. Нет, черт побери, нет. Не хватило все-таки, не хватило. А чего теперь беситься, все, конец. Так и так не выжить. А как хочется-то, так хочется жить. Такая тишина хуже грома. Из калитки выбегает Тутынин. Тутынин. Мурашов. Эй, Мурашов. Вы, Тутынин, не прорвались, пришлось вернуться. Блокировались, сволочи, все ходы-выходы. И никого, чтобы отбиться, никого, кроме нас. Куда отвезти мой оркестр от взрыва? Мурашов, указывая за ограду. Там старое бомбоубежище. Тутынин. Вы совсем плохи, лейтенант. Давайте помогу идти, Мурашов. Шнура не хватило, некуда мне больше идти. Тутынин. Как же так? Мурашов. Уходите, я остаюсь. Тутынин. А бомбоубежище завалило. Прямое попадание похоже. Мурашов. Тогда просто бегите отсюда, товарищи музыканты. Из калитки выбегает Лиза с опустевшим мешком сухарей. Лиза. Товарищ Мурашов. Я здесь, товарищ Мурашов. Мурашов. Ты-то здесь зачем, женщина? Лиза. Не, я девица. Он совсем плохой. Милый. Мурашов. Там на складе я видел шнур. Заменить бы или добавить, Тутынин. Так давай сделаем, Мурашов. Времени нет. И голова совсем кружится. Лиза. Я вас на руках отнесу, дорогой мой. Мурашов. Поздно. Тутынин. Где людей укрыть, Мурашов? Здесь негде. Слишком рядом вы. Тутынин. Ясно. Лиза, бегите отсюда. А я, пожалуй, дам мой последний концерт. Лиза, что? Тутынин. Умирать так с музыкой. А не как крысы по норам. Мы ж не просто военные. Мы музыканты. С троевым маршем пойдем навстречу. Со встречным маршем. А то вон какая мертвая тишина. А тут есть еще живые. Есть кому встретить врага. Прощай, лейтенант. Рад, что ты дошел. Очень не хотелось, чтобы такой арсенал достался врагу. Мурашов. Не достанется. Прощай, капитан. Врежем, если сможешь. Тутынин. Смогу. Главное, чтобы ты тут устроил большой взрывной сюрприз. С фейерверком. Лиза, беги за склады в лес. Лиза. Я с ним останусь. Мурашов. Ну зачем? Живи. Лиза. У меня больше никого нет. Мурашов. Будет, Лиза. А зачем? Тутынин. Прощайте, девушка, Елизавета. Желаю вам счастья. Ежели не здесь, так хотя бы на небесах. Лиза. Я в Бога не верю. Тутынин. Ничего страшного. Зато он в вас верит. И в меня. И во всех нас. Прощайте. Убегает. Мурашов. Пожалуйста. Уходи, Лиза. Хотите сухариков? Товарищ Мурашов. Мурашов. Дура. Лиза. А я погрызу. Успокаивает. Мурашов. Тогда помогай. Лиза. Да. Что? Мурашов. Руки плохо слушаются. Положи мою руку на эту ручку. Потом повернуть вправо. Лиза. Ага. Вашу руку, товарищ Мурашов. Мурашов. Позже. Когда увидишь первых фашистов. Ждем. Лиза. А, поняла. А, чтобы вместе со складами и фашистов взорвать. Мурашов. Да. Как можно больше. Я пока подремлю. Лиза. Конечно. Ясно. Мурашов. Лиза. Слышь. Лиза. Слышу. Мурашов. Поцелуй меня. Неподалеку грянул духовой оркестр. Лиза. Наконец-то. Мурашов. Так люблю военные оркестры. Лиза. Я с первой минуты. Как вас увидела? Целует Мурашова. Эй. 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 Товарищ Мурашов. Радость моя. Ты чего? Умер. Оркестр играет. Слышишь? Сейчас к нам придут. Сухарьков. Ты не хочешь? А я? Нет. Не хочу. Давай руку. Не то пристрелит нас раньше. Срок торчил. Тут у всех на виду. Берет руку Мурашова. Кладет на ручку взрывателя. Ждем. Дождались. Сейчас они тоже дождутся. Милый Мурашов. Врежем им наш с тобой встречный марш. Чтоб фашисту проклятому жизнь медом не казалось. С моими сухариками. За нас. За духовой оркестр. За Родину. За победу. Ура. Поворачивают ручку взрывателя. Яркая вспышка. Фейерверк. Духовой оркестр. Играет. Драма шоу «Сапер на задание» заняла второе место на всероссийском конкурсе современной драматургии «Читаем новую пьесу-2020» и вошла в лонглист премии «Независимое искусство-2019» года. А ко мне присоединяется мой коллега Андрей Кабишев. Андрей, хочу у тебя спросить, а какие спектакли о войне ты видел в наших театрах? Спасибо, Женя. Поздравляю всех с Днем Победы. Отвечаю на твой вопрос. В Академическом театре драмы имени Виктора Савина я смотрел две постановки «Эшелон» и «Небесный тихоход». Жду премьеру спектакля «Берега». А сейчас другая премьера – «Песни». Ее написали артист театра драмы Владимир Рочев и его супруга Елена. Итак, премьера песни «Осколки». День рождения у ветеранов, пионеры великой страны. Пробирались, как два партизана По сугромам такой глубины, Что едва не сломали лопаты, Расчищая заснеженный двор. И летели снежки, как гранаты, Перекошенный ветхий забор. Он рассказывал страшную малость, И наш праздничный был поудих. От жизни ничего не осталось, Дети чудом остались в живых. И ведет подрастающий правок Батальоны в пластмассовый бой. На войну, что похоже на правду, Оставаясь с настольной игрой. В рот не лезли, нечаяния конфета, Только слушали жахт кулаки. А подснежника халого цвета У открытой, как рано, реки. Самодельная печка богата, Три осколка под сердцем зимы. Ветеран улыбался и плакал, Улыбались и плакали мы. Он рассказывал страшную малость, И наш праздничный был поудих. От жизни ничего не осталось, Дети чудом остались в живых. И ведет подрастающий правок Батальоны в пластмассовый бой. На войну, что похоже на правду, Оставаясь с настольной игрой. Подарили цветы и открытки, Обещали поправить забор. На котором щегол на калитке Звонко щелкнуло, словно забор. Думаю, многие из вас были участниками акции «Шествие Бессмертный полк». В этом году акция проходит в онлайн-формате на самых разных ресурсах. И сейчас со мной на связи участник онлайн-акции Елизавета Андреева. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Я знаю, что вы стали участником акции «Бессмертный полк онлайн». Как вам удалось поучаствовать в этой акции в этом году в таком формате? И каждый год ли вы участвуете? Да, действительно, в этом году мы участвовали в такой необычной для нас акции «Бессмертный полк онлайн». Мы участвуем в этой акции каждый год, ежегодно. То есть это ваша семейная традиция? Да, 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 это наша семейная традиция. О ком из ваших родных вы рассказали? Я рассказала в акции «Бессмертный полк» о своем прадедушке, Шулепове Дмитрии Ильича, который родился в 1907 году в декабре. Откуда ваш дедушка, прадедушка? Мой дедушка из села Обьячево Прилузского района. Он был отправлен в армию в 1941 году. Вернулся ли ваш дедушка? Что стало известно о нем? Да, мой дедушка вернулся в 1947 году. Когда он был туда отправлен, ему было 34 года. На дому у него осталась жена и трое детей. Мой дедушка был тяжело ранен в Чехословакии. У него практически не осталось челюсти. После этого он был госпитализирован в город Саратов. Так как медицина была плохо развита, ему особо помочь не смогли. Он вернулся инвалидом. Но при этом он продолжил работать. Хранит ли ваша семья вещи, предметы, которые достались от вашего прадеда? К сожалению, орден и медали не сохранились. Но мой прадедушка делал абсолютно все своими руками. Это различные кухонные утварь, столы, стулья, деревянные скамейки, лавочки, лыжи, санки. И все это по сей день мы храним и пользуемся. То есть можно сказать, ваш прадедушка был мастером на все руки. Какие традиции в вашей семье на 9 мая, в День Победы? У нас есть семейная традиция. Каждый год 9 мая мы всей семьей ездим на родину к моему прадедушке. Это село Обьячево Прилузского района. Собираемся у моей бабушки. Обязательно накрываем на стол. Готовим картошку в чугунках и в печке. Вспоминаем довоенное время, поем песни и играем на гармошке. Остались ли у вас, Елизавета, фотографии вашего прадедушки? Фотография есть, она у бабушки. То есть вы ее храните в семейном вашем альбоме, верно? Да, обязательно. Елизавета, наша беседа подошла к концу. Я поздравляю вас с этим праздником, с 9 мая, с Днем Победы. Спасибо и вас поздравляю с праздником. Акции «Бессмертный полк» посвятили песню авторы из нашей республики Константин Фрейман и Светлана Герасимович. Они написали ее два года назад для Уктинской группы «Фасольки». Давайте послушаем. На черно-белых фотографиях цветная жизнь Вернулись трой бойцы Вода как закаленные Шагают они в такт По мирной мостовой Чуть ближе к небесам Непокоренные Тот свет коричневый Разорванной земли Залитой цветом Нескончаемой крови алой Оранжевый огня Все видели они Из серых копоти Дымящего местам Шагает полк Бессмертный и бессменный Шагает так Незабывающим сердцам Вы передали нам Дар истина бесценный Почет и слава Дедам и отцам Вернули мир В ликующей планете За Родину сражались Яростно дрались Решили мы тогда Что вы за нас в ответе И подарили поколениям жизнь Цветную жизнь На черно-белых фотографиях Война ворвалась Вероломно-беспощадная Зажгли цвета На ярких биографиях Великих судеб Доблесть необъятная Зеленый цвет Вновь расцветающей весны Залитый цветом Голубых небес бескрайних Цвет солнца желтый Снова нам вернули вы И на свете По земле Старут от ярких Шагает полк Бессмертный и бессменный Шагает так Ныжно бывающим сердцам Вы передали нам Дар истина Бесценный Почет и слава Дедам и Отцам Вернули мир В ликующей планете За Родину сражались Яростно дрались Пришли ли вы тогда Что вы за нас в ответе И подарили поколениям жизнь И подарили поколениям жизнь К 75-летию Победы проводится множество онлайн акций Георгиевская ленточка Судьба солдата Окна Победы Памяти героев Знаменосцы Победы И многие другие Настя, скажи, какую акцию поддержала ты? Андрей, я поддержала акцию Наследники Победы На своей странице опубликовала стихотворение о войне У каждой семьи своя история Мои земляки из Ударского района Бережно хранят фотографии и письма фронтовиков Я пообщалась по скайпу с музыкальным руководителем Детского сада поселка Благоева Виктории Корецкой Виктория, здравствуйте! Знаю, что в вашей семье шесть фронтовиков И все они из одной деревни Деревни Сёли Пудорского района Так ли это? Всем здравствуйте! Да, действительно Все они уроженцы деревни Сёли Пудорского района Три брата моей бабушки Ванеевой Васы и Зосимовны Лейтенант Селиванов Иван Изосимович Был призван на Юго-Западный фронт В 1943 году Мотострелковую дивизию Дедушка Иван участвовал в боях За освобождение Украины и Болгарии За время войны он был дважды ранен Как рассказывала моя мама У деда Ивана было очень много наград Но, к сожалению, мы знаем только, что он был награжден Двумя медалями за боевые заслуги И орденом Отечественной войны первой степени Сведения были найдены на сайте Подвиг народа Также красноармеец Селиванов Николай Изосимович От начала войны до его конца он был водителем Второй батареи Дальневосточного фронта Был награжден медалью за боевые заслуги Младший сержант Ванеев Борис Андреевич На его счету немало подвигов Был призван в ряды Советской Армии В ноябре 1943 года За храбрость и отвагу он был награжден Медалями и орденами И хочу рассказать один из его подвигов Как по воспоминаниям мамы Так как он был самым старшим братом В районе Груз Тулина Возвращаясь с командиром пункта Полка с питанием для радиостанции Он выследил двух корректирующих огонь немцев И взял их в плен и доставил в штаб батальона За это он был награжден орденом славы третьей степени Также он был награжден медалями за отвагу За боевые заслуги Победу кавали еще и в тылу Что ваши близкие рассказывали вам об этом? Да, тяжело было не только тем, кто воевал на фронте Но и тем, кто трудился в тылу И в нашей семье таких немало По рассказам мамы, они в годы войны Выполняли очень тяжелую подчас мужскую работу Пахали, барановали земельные участки Работали на лесозаготовках, на сплаве плотов Разгружали пароходы и баржи Одни, без мужей, воспитывали детей Ну и почти все были награждены медалью За доблестный труд в Великую Отечественную войну И юбилейными медалями в честь Победы Виктория, я знаю, что у вас большая семья Расскажите, как вы празднуете этот светлый праздник День Победы? Каждый год мы празднуем День Победы Очень ярко и очень насыщенно Конечно же, это участие в Параде Победы Бессмертный полк И уже пять лет встречаемся с друзьями В деревню Сва-Черга Уберского района Поем военные песни под аккордеон Устраиваем для детей соревнования Ну и, конечно, отдыхаем Виктория, спасибо большое вам за беседу Поздравляю вас с праздником И ваши пожелания жителям нашей республики От себя и от всей своей большой семьи Я тоже поздравляю всех с Днем Победы Желаю главное здоровья Настроения Хорошей погоды И чтоб у всех все получилось Любовь и война Невозможно передать горе матеречь И сыновья не вернулись с фронта В материнском сердце написано стихотворение Повести и песни Артистка Воркутинского театра драмы Имени Бориса Мордвинова Марина Юлдашева Записала стихотворение Норы Еворской Сказ о Пелагее Пелагея старая Верит в счастье сына Где-то пехом Он версты меряет До Берлина Весь из фронта Как дождь в засуху Ходят редко К Пелагее засветло Зашла в дом соседка От дверей невеселая Говорит Марья Слышка Нимка моя тяжелая От твоего парня Пелагея гремит Ухватами воду грея Мы ведь Нимку твою Не сватали Говорит Пелагея Что вертелось-то Нимка около Всякий знает Только брюхом Мого сокола не поймает Мало ли кто Лето схаживал К твоей Нимке Вот Пойди теперь И доказывай Чье молоко в кримке С чем пришла К Пелагее Марья С тем и вышла Повернула Соседку старая Словно дышла Разрешилась Нимка От бремени Сыном К Пасхе Без отцовщины Ни ко времени Не для ласки Пелагея В его сторону Глаз не скосит Только в скорости Похоронную Ей приносят На крыльцо Пелагея Грохнулась Сбитой веткой А потом По дурному Охнула И к соседке Нездороваясь Мимо Марьи Мимо Нимки Как слепая Руками шарит В теплой зыбке Из пелен Теплое тельце Вынимает И к себе Будто к ране Мальчонку К сердцу Прижимает И еще Ни о чем не ведает Слышит Нинка Ох Кровиночка Моя бедная Сиротинка На привалах В землянках Солдатское сердце Согревали стихотворения И песни Мой прадед Мне рассказывал Что именно песня Помогла им выжить Она напоминала О доме О детстве О тех днях В которых были Солнечные дни И счастье А сейчас Эти строки И песни Согревают нас Да не только согревают Мы гордимся Нашими дедами И прадедами И память О каждом фронтовике Труженики тыла Можно увековечить Например Рассказать их историю На специальном сайте Или поучаствовать В выставке Да даже дерево Посадить можно Акция Сад памяти Проводится в нашей республике Впервые Но думаю Заинтересует она многих Об этом я и поговорила С Екатериной Сагадеевой Екатерина Здравствуйте Здравствуйте Алена Ну насколько я знаю Наша республика В этом году Впервые присоединилась К акции Сад памяти Давайте немного Пару слов Буквально Об этой акции Да все верно В этом году Стартовал Международный проект Сад памяти Это акция Когда 27 миллионов Деревьев Высаживают люди В честь 27 миллионов Погибших В Великой Отечественной войне Ну насколько я знаю Такая подобная акция У нас не впервые В республике Проходит Вот даже около Сад памяти Сад памяти Она такая более масштабная Все-таки 27 миллионов Деревьев Это большое число Но у нас В республике Коми Проходили подобные акции Они назывались Дерево победы Сирень памяти Также люди Высаживали деревья В честь героев Ветеранов Великой Отечественной войны Ну на самом деле По понятным причинам Акция Так скажем В таком привычном формате Состояться Не может сейчас Я просто немного не понимаю Как можно в онлайне Высадить дерево Мы не можем выйти Там 20 волонтерами И высадить 20 деревьев К примеру В ближайшем парке Но каждый человек Если у него Например Есть участок Там дача Или где-то в деревне Дом Он может посадить Дерево Точно так же Как и все Помимо этого Можно вместе с семьей Да Вместе с детьми Например Сделать аппликацию В виде дерева Нарисовать дерево И выложить фотографию В социальной сети С хэштегом Сад памяти дома И тем самым Тоже присоединиться К такой акции Как интересно А вот те деревья Которые все-таки Будут высажены Они как-то Ну не знаю Может быть регистрируются Чтобы потом Подсчитать И какое-то Общее количество Деревьев Какую-то статистику Привести Да На данный момент По всему миру Высажено уже 14 миллионов деревьев Акция продлится Еще до 22 июня И я думаю Мы такими темпами Достигнем Той цифры 27 миллионов Каждое дерево Каждое дерево Регистрируется Если можно так сказать На сайте Сад памяти 2020 РФ Там любой человек Кто посадил дерево Может его зарегистрировать Написать В честь кого Было высажено дерево Какого числа Какого месяца И поставить отметку На Яндекс карте Например И это дерево Войдет в общий реестр Всех посаженных деревьев Сталинградская битва Одно из крупнейших сражений Которое коренным образом Повлияло на ход Второй мировой И Великой Отечественной войн Слово Сталинград Буквальным образом Стало синонимом К слову победы И вдохновило Миллион людей Из оккупированных стран На мощное сопротивление Российский бар Андрей Широглазов Посвятил Этой битве Песню Которая называется В окопах Сталинграда Мы не будем говорить Долго Укорачивая ночь Эту Все равно ведь позади Волга А за Волгой нам земли Нету Все равно ведь предстоит Биться Подниматься И опять падать Потому что впереди Фрицы И убить их Все равно надо От границы мы считаем Пехом Отмахали тысячу верст С гаком Надоело отступать Леха Время ставить Немчуру Раком Сколько силищи На нас сперло Сколько русских баб Взошлось в тризне Закатаем им губу В горло Что пыкалось до конца В жизни Да о чем тут рассуждать Длинно Сталинград Пороховой Улей Тут куда не поверни Мины Тут куда не посмотри Пули И бессмысленно Рычать Волком Выпью Выйть Избегать Света Все равно ведь позади Волга А за Волгой нам земли Нету Собирается фашист С духом В перемешку со своим Страхом Для меня моя земля Пухом Для него моя земля Прахом Все понятно Так чего злиться Мы не будем говорить Долгом Потому что впереди Фрицы Потому что позади Волга Я искренне благодарна тем Кто говорит о войне Исследователям Режиссерам Писателям Музыкантам Ведь нам Новому поколению Важно сохранить память О тех Кто выстоял И победил Северин Ты со мной согласен? Алена Конечно Согласен Об этом Стихотворение Стрижи Сыктывкарского поэта Елены Кеплин Оно прозвучит В исполнении Заслуженного работника Республики Коми Актрисы Академического театра драмы Имени Виктора Савина Светланы Мальковой А пули свистят Как в полете Стрижи Фашистов Добьем И домой Зимой Прервались Переписка И жизнь Война Завершилась Весной Любимую Звали Надеждой Она Полвека Павлушу ждала Спокойно И ясно Смотрела Война Потертым Листом Со стола Подтаявшим Снегом Обрывком Бинта Уверенным Словом Вернусь Где каждая буква Свинцом Налита И каждый Пробел Наизусть Был Выучен Мною И воображен Землянка Воронка Окоп Чужая эпоха Парилась Стрижом И клювиком Целилась В лоб Сражение Казалось Мне Невдалеке И в семь Ошарашенных лет В тетради С фонариком На чердаке Я деду Писала Ответ Куда мне Приехать Мы вместе С тобой Дойдем До немецкой Страны На почту С конвертом С конвертом Домой Ни адреса Нет Ни войны Как будто Из боя Прогнали За шеей Взорвав Как ненужный Снаряд Пойду Баба Надя Смотреть На стрижей Послушать Хочу Как свистят В нашем эфире Еще одна Премьера Песни Ее написали Братья Усцелемы Илья Дуркин И Дмитрий Васильев Они посвятили Ее своему прадеду Василию Степановичу Дуркину Он погиб В 42-м На Волховском фронте Но остался Портрет С которого Молодой Красивый парень Смотрит на своих Правнуков Твердым Уверенным взглядом Старый портрет Нахмурены брови Навок пилотка Уверенный взгляд Красная звездочка Капелькой крови Как ты погиб Не расскажешь Солдат Там бушевали Свинцовые бури В небе бессела Злобящая мла Смерть бронированной Лязгая в шкуре В наши окопы Упорно ползла Подали Навснич Тихо садились Кто-то в баронке Исчез без следа Пули взбеженные С виском носились Чтобы оставить Нас там навсегда В этих окопах На Балковском фронте Слышался шум Невечерской волны Возьмите меня А печору не троньте Может быть дети После войны Словно рассказом Взгляд на портрете Мысли такие Донес до меня Жаль, что бесценно Живущие дети Не ценят порою Мирного дня Старый портрет Охмуренный бровь На бок пилотка Уверенный взгляд Красная звездочка Капелькой крови Как ты погиб Не расскажешь, солдат Судьбы многих героев войны Остались бы для нас неизвестными Если бы не труд поисковиков Они выезжают на вахты памяти Работают на полях Сражений Великой Отечественной К слову, поисковому движению В Коме уже почти 20 лет Моя коллега Евгения Трембицкая Пообщалась с руководителем Поискового отряда Весна Победы Да, Северин Светлана Кургапкина Еще в детстве решила Что будет искать Пропавших без вести солдат И обещание свое Сдержала Вот уже 15 лет Светлана руководит Поисковым отрядом Весна Победы А ее муж Сергей Занимается военно-исторической Реконструкцией Вот такой вот Семейный союз Светлана, Сергей Здравствуйте С праздником вас Я знаю, что у вас Очень необычная История знакомства Вы познакомились На вахте памяти Это так? Расскажите, пожалуйста Да, действительно Мы тогда С отрядом Весна Победы Города Северин Приезжали в Мурманскую область И располагались Мы далеко от долины славы И туда приехал Сергей Со своими ребятами Из клуба реконструкции И вот так состоялась Наша первая встреча Так началась наша история Светлана, Сергей Я знаю, что у вас Уже большая семья У вас две дочери Скажите Вы разговариваете о войне Они знают о войне О подвигах предков Ну Начнем с того Что мы Наверное назвали их В честь Победы Старшую нашу дочь Зовут Майя А младшую зовут Вероника Ну мы ее по-семейному Называем Ника Победа А Вообще Надо отдать должное Крае, где мы сейчас живем Мурманская область Она богата военной историей Поэтому нам даже не приходится Самим начинать разговор О тех временах О этой страшной войне Вот старшая дочь наша Она сама уже спрашивает А что это за памятник? А почему называется Вот так вот улица? А что здесь было? Почему здесь разрушены здания? И вот дозированно мы ей В силу ее возраста Даем информацию о тех временах Кроме того Мы участвуем во всевозможных конкурсах Читаем стихи Поем песни Делаем различные подделки Посвященные Празднику Победы Ветеранам Светлана, Сергей Скажите, а как вы отмечаете Праздник 9 мая День Победы? Есть ли у вас особые традиции Какие-то семейные? Ну Наш папа Участвует В параде Победы А мы Ходим смотреть На него На майских праздниках Ежегодно На Кольском полуострове Проводится военно-историческая реконструкция Просвещенная годовщине Дня Победы Конечно Это Как бы Приурочено Больше К войне на севере Потому что здесь были Очень затяжные бои Тяжелая обстановка Тяжелые Климатические условия Это все Накладывает Некий Отпечаток Именно На Самую Скажем так Тематику То есть Показывается Как бы Война на севере Освободительное движение Спасибо вам огромное За этот искренний разговор Я вас поздравляю С праздником С годовщиной Великой Победы Всего вам доброго Спасибо Мы тоже вас поздравляем Спасибо Днем Победы Ура Днем Победы Мы очень рады Что в праздничном эфире Студии 11 Звучат песни Написанные Жителями нашей Республики Одни авторы Снимали видео Другие Посылали Аудиокомпозиции Давайте послушаем Песню С Богом в бой Сыктывкарцев Олега Ветышева И Александра Киросименко С Богом в бой Из боя Из боя к Богу 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 Из-за клевер у реки С Богом в бой Из боя к Богу Примут небо Васильки Скоро выдалась дорога Всем надеждам Вопреки На сайте Юношеской Библиотеки Республики открыта виртуальная выставка Галерея памяти, которая знакомит с нашими земляками, участниками Великой Отечественной войны, героями Советского Союза. В числе кавалеров Золотой Звезды 43 человека. И я передаю слово моему коллеге Андрею Кабишеву. Он учился в Выльгардской школе имени героя Советского Союза Николая Оплеснина. Да, к 75-летию победы педагоги и ученики моей школы дистанционно записали песню «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры». Эту песню все помнят по первой строчке от героев былых времен. Я пообщался по скайпу с учителем музыки Еленой Сандюк, которая и вдохновила на хоровое исполнение этой песни. Елена Леонидовна, здравствуйте! С праздником вас! Здравствуй, Андрей! Тебя тоже с праздником! Почему вы выбрали именно эту песню для коллективного исполнения от героев былых времен? Извините, перебила. Песню выбирала не я, песню выбирал весь коллектив. Ну вот просто она нам понравилась. И мы должны были выступить с этой песней на районном фестивале военной песни. Мы подготовили радный материал, серьезный материал. Мы сделали какой-то, вернее, не какой-то, а мы сделали ролик, мы сделали монтаж красивый. И тут так получается, что мы не смогли выступить на своей сцене по нашим выльгардским ДК. Ну что же делать? Я просмотрела весь материал. Он мне очень понравился и думаю, ну куда же его девать? Ну нельзя, чтобы он потерялся. Ну вот я решила попробовать сделать онлайн-хор. Я попросила учителей, чтобы они спели на камеру, отправили мне свое видео. Ну а там что получится, я просто попробовала. И вот что получилось. Ну не только учителя, я знаю, что и школьники тоже приняли участие в этом исполнении этой песни. А это моя главная цель. Первое, это были ребята. Учителя потом добавились. Правда, их было больше, чем детей. Но все-таки я, видите, все шло от того, что мы должны были выступать на районном фестивале. Поэтому как бы привлекла учителей. Если бы не было вот этого условия, конечно, больше бы было детей. То есть петь вы смогли, да. Ну вам. Елена Леонидовна, вы учитель музыки. Как сегодня детям рассказывать о Великой Отечественной войне? Как это делают в школе, которая находится на родине Николая Васильевича Аплеснина? Ну если говорить о нашей школе всей, да, что у нас школа носит имя Николая Аплеснина, то, конечно, учителя в своих классах рассказывают об этом герое. Мы ходили, допустим, я со своими ребятами ходила даже в город, в дом, где он жил. Мы ходили к памятнику, я все рассказывала, в музее мы были. Поэтому, ну для меня это было тоже интересно, потому что он же вообще-то родился в Ильгарте. И, кстати, он мой сосед. Через забор его стоял, в его дом. Так что было очень интересно ребятам это услышать. Ребята младших классов делают какие-то подарки, поют песни. Ну а я как учитель музыки, конечно, исходя из того, что это все-таки мой один из любимых праздников. Наверное, не один, а любимый праздник, да? О войне я узнала от моего друга Витя Рана. У меня был такой друг, я его звала дядя Ваня Докучаев, очень хороший человек. От него я узнала о войне. И, конечно, стала рассказывать об этом детям. На уроках, на своих уроках я с ребятами пою песни военных лет. Я пою песни с ними о войне, которая написана уже после войны. Обязательно, начиная с третьей четверти, а то иногда и в первую, и во вторую, я показываю ребятам видеоролики. Пятиминутные о нашей, об этой страшной войне, да, о героях, да. Вот. С ребятами делаем какие-то проекты. Вот даже теперь такой пришелся случай, что мы с ребятами всех классов, пятых, восьмых, мы делаем онлайн-проект. Проект называется «Маленькие герои большой войны». Как и учителя, ребята присылают мне свои видео, присылают, как они читают стихи. Ну, а я это все собираю и очень надеюсь, что примерно 7 мая мы выдадим на своем сайте онлайн-концерт. Еще хотелось бы сказать, что наши ребята часто работают над проектами. Вот мои ребята, ребятам моего класса, когда я им предложила сделать долгосрочный проект на 5 лет, который назывался «Дети войны», ребята с удовольствием согласились. А заключался он в том, что мы с ребятами ходили в гости к нашим ветеранам, к учителям ветеранам, записывали их воспоминания, записывали их рассказы. Значит, потом мы создавали ролики. А в конце каждого года, значит, 5 лет подряд, в конце каждого года мы давали концерт. На этот концерт приходили как наши ребята, так и ветераны. Это было очень хорошо, очень здорово. И еще я горжусь тем, что уже 4 года наша школа участвует в акции «Бессмертный пол». Вы знаете, когда подходишь к ребятам, когда идет ребенок маленький с каким-то портретом, и подходишь к нему и говоришь, а это кто? Он говорит, а это мой прадедушка. Он дошел до Берлина, у него есть медаль за отвагу. Ну, это же прекрасно, согласитесь, что дети с таким удовольствием и с такой гордостью рассказывают о своих родственниках. Елена Леонидовна, прям столько много всего рассказали. Большое спасибо за то, что вы приобщаете детей к этому великому празднику. Вот вы выбрали песню, в которой есть такая строчка. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». А у вас, в вашей семье есть герой, которого вы помните и чтите? Ну, конечно, как и в любой русской, российской, советской семье есть свой герой. У меня тоже. Вот я вам покажу портрет. Хорошо видно? Да. Вот, портрет моих двух дедов. Это папа моего папы, это папа моей мамы. Значит, папин папа, он был, он не комик, не из комик. Он был из Липецка. Его взяли на фронт в 41-м году. Но в 41-м же году он пропал без вести. Вот, поэтому я о нем ничего не знаю, мне очень жаль. А вот про этого дедушку я могу немножечко рассказать вот чего. Значит, Анут Леонид Абрамович, уроженец Ижимского района, села Щелию, ушел на фронт в 1941-м году. Воевал на Белорусском фронте. В 1944-м году он погиб. Захоронен в деревне, ой, извините, не в деревне, а в поселке Октябрьский, Октябрьского района Гомельской области. Если бы было время, я бы о нем очень много чего рассказала. Какие он письма писал. Как он прекрасно говорил о своих детях. У него были три дочери, одна из которых моя мама. Вот, он как он, они, письма такие были нежные. В любви объяснялся. Ну, вот такие мои два деда. Я ими очень горжу. Похоже, Андрей, я на них? Да, похоже, похоже. Елена Леонидовна, наша беседа подошла к концу. Я поздравляю вас с этим великим праздником. Большое спасибо за общение, за беседу, за ваши рассказы. Спасибо вам огромное. Я хочу всех ветеранов поздравить с этим великим праздником. И дай бог, чтобы у нас был только мир. Как говорил в одном из тех, которые я не лечко говорил, что я рад, что есть этот праздник. Но мне очень горестно, что есть такой праздник. Невозможно забыть фронтовые песни. «Катюша», «Темная ночь», «В землянке». Поколения, которые родились после войны, написали свои песни о победе и ее героев. В эфире группа «Регион 11». Много ли, мало ли нас Нарожала матушка Русь «Тех, кто не верит в войну», Хотя вся грудь в орденах. «Тех, кто вернулся с войны, Их встречают слезы и цветы. Но радость не в каждый дом Кому-то выносит лишь венки. Голову за нее Мы готовы отдать Сколько осталось нам еще Хватит уже воевать Мы вернулись домой Чтобы пшеницу растить Чтобы навеки с тобой Нам никого не забыть Плачет землица моя Ой, распаши ты меня Да руки стосковались уже По мужским настоящим делам Ох, гуляй, веселись, народ Пока мочи и силушка есть Да ведется еще нам не раз Отстоять свободу и честь Ой, ты, матушка Русь Да мы с тобою, мы здесь Ты родила нас не зря Мы горою за тебя, вот и крест Голову за нее Мы готовы отдать Сколько осталось нам еще Хватит уже воевать Голову за нее Мы готовы отдать Сколько осталось нас еще За матушку Русь умирать Дети войны Они очень быстро взрослели Работали в колхозах Шахтах, на заводах Уже после победы Самые младшие Не узнавали своих отцов Долгое время К ним привыкали Настя, я знаю Что об этом Рассказал твой преподаватель Да, это заслуженный работник Республики Коми Виктор Напалков Он нам, ученикам Рассказывал о войне Многое донес до нас И я до сих пор Помню его истории И в день победы Я пообщалась с Виктором Михайловичем По скайпу Виктор Михайлович Здравствуйте Здравствуйте Знаю, что своими воспоминаниями О войне делилась Ваша мама Что она вам рассказывала? Да, действительно Слава Богу Моя мама еще жива Она дитя войны Так получилось Что вот эта Беспощадная машина Войны Прошлась и по ее судьбе По судьбе ее Рода, семьи Она родилась В 1939 году А буквально за Три дня до ее рождения Ее отца Забрали служить В Красную армию Вот Он был Хорошим радистом И служил На Дальнем Востоке По окончанию Своей службы Его должны были Отправить через месяц А началась Великолепная Отечественная война Вот И так Он и прослужил Всю войну там Был радистом И после победы После 9 мая 1945 года Его не демобилизировали А оставили еще До конца Японской войны Приехав В свой родной Скулом Он никого не встретил В доме Поскольку все были На полях Убирали картошку Своей сельхозугодья Вот На колесе стояла девочка Подходит Какой-то дяденька И спрашивает Девочка Как тебя зовут Анютка меня зовут А где взрослые А все взрослые работают А ты чего А я со школы А кто твои родители А родители у меня Мама Виктор Саня А папа А папа у меня Красноармеец Он служит В Красной армии Вот так встретились Дочка и отец Которые впервые Встретились Потому что Уходя в армию Папа Не застал И рождение Своей дочери Он не видел Ее первые шаги Первые слова И вот так Они встретились И представляете Он Мама моя По-моему Где-то полгода Звала своего отца Родного Дядей Потому что Все были для него Дядями Вот так Прошлась вот эта Машина войны По судьбе Моей матери А бабушка Виктор Сани Она Потеряла буквально Все женское Потому что Работала на лесоповале Как и все другие Тыловички Вот И простудила И не могла больше Уже родить Ни братика Ни сестренка Моей маме Вот И Вот Вспомнились мне стихи Если ты помнишь Настя По гимназии Говорят Что в комикрае Не было войны Разве можно Говорить такое Разве можно Говорить такое Что В комикрае Не было войны Ведь Комикрай Это не только лишь Лес Тайга Тундра И так далее Это прежде всего Вот эти Сыльни Которых отправили Пленных К нам В поселки В деревни В села На север Которые привезли Оттуда Свою культуру И главное Свою судьбу Таким образом Попал В наш край И попала В наш край И моя теща Клавдия Федоровна Кулешова Гнедых Которая приехала Вслед за своим Отцом Которого Отправили В ссылку На далекий север А Клавдия Федоровна Между прочим Защищала еще Сталинград Она рыла окопы На подступах Сталинграду Маленькой Девочкой Еще Восемнадцатилетней И она говорила мне Виктор А я ведь видела Что Волга Действительно Была красной Красной От крови Вот так вот Такие воспоминания Моей матери И моей второй матери Тещи моей Клавдии Федоровны Виктор Михайлович Как в семье Вы празднуете Этот светлый праздник День Победы Вы знаете Скорее всего Не празднуем А поминаем Поминаем Вот тех Ушедших людей Которые Ковали Этот Хороший День И вспоминая Как В той Стране СССР Наши родные Пекли Чериняй Национальный Пирог С рыбой И буквально Вот по кусочку Говорили Что вот Это за Ивана Который погиб На Курской дуге Это мой дед По отцовской линии Это вот за Егора Который Умер уже После войны От полученных ран Представляете Вот эта вот Традиция Какой-то Обычай Поминовения Усопших Которые Ковали Победу Виктор Михайлович Ваши Поздравления Ваши пожелания Жителям Наверное Мои пожелания Больше всего Адресованы Молодому Поколению Студентам Моим Гимназистам Которые Должны Нести Информации О той Войне Через Стихотворения Через Песни Через Отрывки Спектаклей Они Многие Уже Записи Которых И ты Играла В некоторых Спектаклях Но Понимаете Может быть Какие-то Искаженные События Есть В современных Источниках Но они Должны Прочувствовать Я вспоминаю Как мы Вместе С вашим Классом Ездили В Волгоград И до 9 Мая И я Очень хотел Чтобы вы Видели И я Очень хочу Чтобы и Нынешние Дети Увидели Тот Волгоград Тот Сталинград Чтобы Кожей Прочувствовали Горечь Победы И горечь Той Войны Ужедшей Уже Слава Богу А пожелать Я хочу К сожалению Уже мало Людей Которые Помнят Войну Но скорее всего Это Дети Войны Поколения Моих Родителей Моей мамы Моего отца Которые На собственной Шкуре Испытали Вот эту войну Будучи Детьми Тогда еще Пожелать Им Доброго Здравия Доброго Доброй силы Духа И самое главное Чтобы Вас Никто Никогда Не обижал Чтобы Помнили И Радовали Что Они были Живыми Свидетелями Той Великой Победы Дня Победы Всех С этим Святым Праздником Всегда Вспоминайте Этот день Вспоминайте С такой Ноткой Грусти И Внутренней Радости И с надеждой На самые Самые Лучшие Спасибо Виктор Михайлович Большое Забеседу С праздником С Днем Победы Всех С праздником Всех Жителей Коми Края Коми Земли Пусть В каждом Доме Будет Тепло И Уютно Сердце Каждого Человека Светлая Радость Пусть Цветут Сады И Смеются Дети Всех Нас С Днем Победы Поздравляет Ансамбль Пламя 21 Главного Управления МЧС России По Республике Коми Когда душа Покое Просит А потом Жизнь Тревогу Относит Есть путь Такой Друзей Не бросить В огне Оттану Смерть И Бога Встретить Забыть Про Все Про Все На Свете Кидающей Кровью Путь Ответить Во Тьме Для Тех Кто Не Может Спастись Для Тех Кто На Страшном Пути Для Тех Кто Весел И Затик Для Тех Кто Не Может Дойти До Чистого Неба До Чистого Неба До Чистого Неба До Чистого Неба Твой Каму Пляж Насквозь Прокурен Но Ты В Покое Ищешь Буи Ведь Каждый Час Небало Знаешь В Огне Людей Рук Людских Творений И Днем И Ночью Без Сомнений Ведь Тут За Анские Сражения В Отьме Для Тех Кто Не Может Спастись Для Тех Кто На Страшном Пути Для Тех Кто Бесиль И Затим Для Тех Кто Не Может Дойти До Чистого Неба До Чистого Неба До Чистого Неба До Чистого Неба Для Тех Кто Не Может Спастись Для Тех Кто На Страшном Пути Для Тех Кто Весилье Затих Для Тех Кто Не Может Дойти До Чистого Неба Да Да Вы По Презванию Войти До Чистого Неба Да Да Вы Тех Сила Спас И Вы Вы Тех Кто Поможет Дойти Вы Тех Кто На Верном Пути Уйти 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 До Чистого Неба До Чистого Неба До Чистого Неба Мы помним и гордимся нашими дедами и прадедами. Мы знаем, какой ценой досталась победа. Мы говорим спасибо всем, кто ковал победу на фронте и в тылу. 9 мая – всенародный праздник. С Днем Победы! С праздником!